Получается 20-25 минут ехать. Мы поднимаемся в горы. Переваловка находится на самом высоком месте, на юго-восточном побережье Крыма. Высота 400 метров. Начало маршрута на 90 метров 600-700 мы идем до леса. Вообще, 90% маршрута подвигает по лесу. Поэтому даже днем у нас жарко, в принципе, там не бывает. Ага, класс. Супер, гладенький, хорошо. Топий, красивый топ. Значит, мы находим до леса, потом поднимаемся на смотровую площадку, которая находится на уровне 500 метров. Оттуда видны горы, скалы, море. И возвращаемся обратно другой дороге. Все это время включая, значит, сфотографирование, инструктаж, просаживание по лошадкам, занимает примерно полтора часа. Может быть, час 35, час 40, может быть, час 20. Час 25, это зависит от того, насколько быстро мы будем ехать. Идти, то есть либо мы будем шагом идти, либо мы будем шагом ехать немножко, либо мы будем на лесу не в лоб ехать. Это, ну, все, будет обратно. Мы, конечно, за... Пешком-то неинтересно идти, да? Мы как раз за пешком. Мы фотосессия! Да, я сильно точно не хочу, я побаиваюсь. У вас... Хотя кто знает, не знает, как будет. А леска и приживайте. Спасибо. Лошадки смиренные, да? У нас разные лошадки, но не все хорошие лошадки, спокойные. Здесь более молодые, более возрастные. Вот разница только. Ну, и тракера, и мы шагом тоже взбираем. Конечно же, в картинах, конечно, бывает, получаемый часовой пашют. А то, что там что-то у них странное, ничего не сказал. Ну, и у нас есть, когда часовой пашют, да? А, как и часовой, девушка, я вам тоже рассказываю. У нас в доме полуторачасового маршрута еще есть два двухчасовых маршрута. Два часовых? Да, двухчасовых. Два двухчасовых. Один двухчасовой маршрут выходит на скалы. Ага, да. А второй двухчасовой маршрут выходит на скотровую площадку на уровне 160 метров. Оттуда весь судак, видим. Геннадзская крепость, видно, море. Ну, то есть более широкий. А для профессионалов, ну, как для профессионалов уже, для тех, ну, допустим, Настя, как вы, да, вы? У нас есть еще два трехчасовых маршрута. Вот, да. Один из трехчасовых маршрутов. У нас обменяет три маршрута, то есть мы идем, сначала заходим на полуторачасовой маршрут, на смотровую площадку, потом идем на скалы, после скалы идем на третью точку, и возвращаемся. Вот это около трех часов занимает. А второй трехчасовой маршрут, он более сложный. Почему? Потому что там, ну, более крутой подъем, да, присутствует. Но он более интересный. Почему? Потому что там две очень, ну, смотровые площадки, во-первых, уровень между 700 метров, да, мы понимаем, в общинный город. Там обзор вообще на 360 градусов, и море там ближе и больше, ну, вот сам обзор, да, ну, виды как бы красивее лодышка. Вот. Но он послужняет, почему? Потому что там есть места, где просто приходится прямо склоняться к шее лошади, чтобы проехать под свищеным ломбом и деревьев. Ну, ну, с одной стороны, это как бы интереснее, вот, с другой стороны, немножко как бы вот, ну, и профессионалов, ну, он не происходит, потому что, ну, некоторые, как бы, задержатся плохим методом, еще приходится где-то инвекцией. Ну, и для профессионалов, вот, для тех, кто у нас любит поскакать, часовой маршрут более есть, ну, почему там больше прямых мест, там есть места, очень хорошие места, можно поскакать не по прямой, а вот там тоже идет дорога, вот так вот, вот так вот все идет, вот, и вот мы, девушка, вот мы подъезжали, я не просила, мы с ними взлетали, там, знаете, как мы в мотоцикле едешь, вот так вот, вот поэтому лошади приходится с кахать, вообще круто, что это получается, получается, Вот, то есть, ну, вот, такое у нас есть, вот, сейчас мы решим, что же делать, сейчас мы решаем, сейчас я взлетаю, там, Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok